Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Марина Николаевна Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина Николаевна! Наступила осень, пора, когда у людей неизменно из года в год проседает настроение, потому что и погода испортилась, и солнышко маловато. И, как мы знаем, большинство начинает заедать плохое настроение. Вы в центре уже много лет занимаетесь проблемами лишнего веса. Вот что вы можете предложить тем, кто находится в этом опасном состоянии, вот-вот потолстеть? Действительно, мы достаточно долго работаем с проблемой ожирения и достаточно успешно работаем, мы предлагаем методику суджок-терапии. Суджок-терапия позволяет не только похудеть, но и оздоровить в целом организм. Это методика, которая помогает и аппетит убрать, и гормональный фон привести в порядок. И похудение абсолютно комфортное. Кроме того, уже не первый год состояния такого перманентного стресса. Сначала из-за пандемии, теперь из-за ситуации, которая в мировом сообществе происходит. Стресс тоже порождает не только желание его заесть, но и другие последствия, панические атаки и прочие неприятные последствия. Насколько я понимаю, суджок-терапия и с этим может помочь справиться. Да, действительно. Последние два года с паническими атаками достаточно много пациентов. Это и постковидные как раз осложнения, и сейчас вот такая непростая ситуация в стране. Она тоже может провоцировать тревожно-депрессивный синдром. А тревожно-депрессивный синдром очень часто сопровождается паническими атаками. И суджок – это та самая методика, которая помогает справиться с этой проблемой. Давайте напомним о том, как происходит сама процедура суджок-терапии. Сколько она длится по времени? Болезненная она или не болезненная? Процедура – это не очень приятная, но довольно действенная. Если мы говорим про ожирение, то пациент ходит к нам два раза в неделю в течение месяца. Сама процедура длится полчаса. А после всех этих процедур процесс похудения длится в течение полугода. Отучные пациенты говорят, что и до года они убирают свой вес. И чем хороша еще методика? Когда человек сидит сам на диете, хотел бы он, не хотел, но при снижении колоража у него еще и мышечная масса уходит. А на суджоке первое, что видит пациент, что начинают подтягиваться объемы. Ощущение, что как будто он походил в тренажерный зал, причем на интенсивные занятия. Это как раз происходит за счет того, что вода уходит, а мышечная масса остается прежней. И поэтому у человека вот так вот как-то органично он начинает худеть. Все подтягивается, омолаживается организм за счет этой методики. Ну и само то, что у человека очень быстро идет насыщение после суджок терапия, не позволяет ему переесть. А гормональный фон до такой степени нормализуется, что у больных с проблемой щитовидной железы, у больных, кстати, с сахарным диабетом второго типа сахар приходит в норму, у больных с гипертонией давление нормализуется. То есть это действительно методика, которая мощно оздоравливает весь организм. Она заботится о вашем здоровье, эта методика. Звучит, конечно, волшебно, сказочно и заманчиво, но, как всегда, мы знаем, что у всех процедур есть некие показания и противопоказания. Вот кому показано и как вообще человек может узнать, можно ли ему делать процедуру или нет? Вот суджок как раз та самая методика, которая не имеет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Мы не берем пациентов с психическими заболеваниями и не берем беременных. А всем остальным показано. Детям мы можем поставить иголочки с того момента, когда он даст поставить. Есть уже и шестилетние дети. Вообще дети с ожирением сейчас довольно частое явление. И поэтому, если ребенок дает поставить, мы тоже его берем. В процессе процедуры есть тоже некоторые, мы с вами уже не раз встречались, и вы рассказывали о том, что, допустим, у возрастных людей есть некие скачки давления. Это, конечно, не опасно, но все же, как происходит сопровождение? У вас же есть опытные врачи, которые подскажут, как себя вести в такой ситуации или поддержат. Ну, что касается гипертонии, мы вообще ее лечим, потому что у нас еще и лечение геродотерапии. Это лечение пиявками. А уже, наверное, многие знают, что одно из самых таких вот распространенных показаний – это как раз гипертония. Пиявка реально снижает давление. Снижает у гипертоников на полгода. Через полгода рекомендуется повторить этот метод. А что касается суджоктерапии, она сама по себе снижает тоже давление. И это же не просто слова, это не субъективная какая-то методика. Поверил ты в нее, тебе помогло, не поверил, не помогло. Нет, она работает абсолютно объективно. И давление абсолютно объективно падает. Если пациент пришел с высоким давлением на сам сеанс, давление падает на 25 единиц. И поэтому пациент, который пришел и чувствовал себя не очень хорошо, он после процедуры говорит, «Ой, мне легко, у меня голова перестала болеть». Кстати, легкость – это то, что отмечают практически все пациенты. Приходят и говорят, да я летаю на этой методике. И еще, вот мы начали говорить про панические атаки. Эта методика параллельна. Вот пришел человек с ожирением, а у него тоже есть тревожно-депрессивный синдром. И это очень часто бывает, когда вот этот синдром, он заедает. А у него как раз параллельно и уходит этот тревожно-депрессивный синдром. То есть первопричина. Да, можно так сказать. Потому что при постановке иголочки мозг начинает активно вырабатывать эндорфины. А это морфин-подобные вещества. Вот поэтому и такая легкость появляется. Много энергии. Пациент приходит и говорит, да я бы все попеределал. А к вечеру, наоборот, седация. И у пациентов, у которых проблемы со сном, начинает хорошо спать. Я даже неоднократно слышала, я бы на эту методику пришла бы только потому, что я наконец-то сплю. И вот еще один момент мы отмечаем в замечательной су-джок терапии. Те, кто плохо спят. У них есть привычка вставать и идти к холодильнику после 12 ночи. А если человек спит, у него нет такой необходимости идти и заедать что-то. Все. То есть это такой запутанный клубок причин и последствий, которые с помощью су-джок терапии можно распутать раз и навсегда. Да, кстати, насчет раз и навсегда. Насколько долго действует эффект от су-джок терапии, от курса, да? Когда в следующий раз необходимо ее повторить? Может быть в целях профилактики? Или может быть раз в год где-то рекомендуется делать? Как лучше? В большинстве случаев эффект держится долго. Гормональный фон пришел в норму. И поэтому человека держит достаточно долго. Но у нас действительно есть пациенты, которые четко раз в год приходят как на лечебную процедуру. Вот у нас уже сейчас пришли люди, которые к нам приходят как раз вот осенью. Когда вот эта депрессия из-за непогоды происходит, когда хочется чего-то заесть. И такие люди очень хорошо держат вес. То есть это те пациенты, которые сбросили когда-то по 25 килограммов, а теперь они не набирают такой вес. Максимум 3-5 килограммов за год. А есть пациенты, которые много сбросил, и вес держится лет 8. Через 10 бывает приходит. Потому что мы-то работаем уже 25 лет. И, конечно, наши пациенты возвращаются к нам с удовольствием. То есть это уже такая превентивная мера, можно сказать? Вот я бы не сказала, что это совсем превентивная мера. Хотели бы мы или нет. Но все равно более тяжелая пища с осени по весну. И поэтому человек может прибавить за сезон 3-5 килограмм. 5 уже много. 3 – это считается, что сезонные колебания. И он как раз приходит и убирает эти 3 килограмма. Мудрые люди совершенно хорошо осознают и понимают, что в этом году она набрала 3 килограмма, в следующем году вот они прибавились все эти килограммы. А если человек будет вот из года в год приходить, а я сказала, что это методики еще много положительных эффектов, то вот они и держат хорошо вес. Чтобы пройти полноценный курс, сколько нужно времени, сколько процедур, и как часто их нужно, как правило, посещать? Ну, как правило, мы-то предлагаем пациентам два раза в неделю приходить. Но у нас ездит Домодедово, Касимов, у нас ездит Скопин. Они не всегда могут два раза в неделю приехать. Они приезжают к нам по субботам. И таким пациентам мы говорим, первую неделю приедьте два раза, чтобы мы толкнули обмен веществ. И дальше они даже, если будут ездить раз в неделю, все равно пойдет эффект. Кто чаще приходит, мужчины или женщины? И вы говорите сейчас, детей стало чуть больше. И все равно всегда больше женщин приходит. Женщины, видимо, и заботятся о своей фигуре, и выглядеть им хочется хорошо. Мужчин меньше приходит. Уж не знаю в силу чего, но я думаю, может быть, они в зал, мужчины уходят там, как-то сбрасывают свой вес. А может быть, пока предрассудки, которые не позволяют мужчинам ходить, допустим, на маникюр, и также предрассудки, что мужчина за собой действительно пока еще все же не готов так в полной мере ухаживать. Но эти предрассудки нужно, наверное, все-таки побеждать. И хотелось бы спросить еще о спектре. Вот мы с вами основные, скажем так, моменты перечислили. Это борьба с лишним весом и борьба с паническими атаками, как таким веянием времени. Но ведь спектр тех заболеваний, которые суджокотерапия помогает преодолеть, довольно широк. Вот расскажите о том. На самом деле, но из-за того, что в большей степени мы рассказываем именно про ожирение, вот про панические атаки, может быть, поэтому все равно основной поток с этими проблемами. Но достаточно много людей ходят с артрозами и с остеохондрозами. Это очень хорошо лечится. Одновременно с суджокотерапией мы предлагаем еще и моксотерапию. Моксотерапия – это лечение полынными сигарками. По мнению китайцев, полынь – это вообще такая трава, которая злых духов раньше выгоняли этой травой. И они считают, что лечение моксотерапии не уступает по своей эффективности лечению глукалованию. А как вообще действует, вот эта китайская, можно сказать, медицина, каковы механизмы воздействия на организм тех же самых иголочек? Как они таким волшебным образом преобразуют все процессы? Они перестраивают энергетику. Раньше считали, что иглоукалывание – это какая-то метафизика. Уже давным-давно придумали прибор Риодораку, который фиксирует направление движения в меридианах и даже в цвете фиксирует. И это объективный метод, который реально работает. И на Востоке считается, что любая болезнь – это избыток или недостаток одного энергии на одном из 12 меридианов. Как только мы приводим, а благодаря иголкам мы приводим в гармонию как раз эту энергию, как раз человек выздоравливает. И та болезнь, которая существовала вот в такой ситуации, когда энергия была какая-то в избытке, а какая-то в недостатке, после гармонизации эта болезнь просто уходит. Как правило, процесс похудения у большинства людей представляется как такой колоссальный труд. Это и работа в зале, и определенное питание, чаще всего невкусное, и подсчет калорий. Вот в суджок терапии Вы тоже заставляете все это в комплексе делать людей плюсом к Вашим методам? Если пациент ходит в зал, это здорово, мы только приветствуем. А что касается питания, я уже говорила, что насыщение идет быстро, тяга к сладкому пропадает, жирное невозможно съесть, потому что от жирного после вот суджоковских иголок просто тошнит. И на первом сеансе как раз мы даем полную консультацию по питанию, не о том, что прекращаете есть, а о том, как правильно питаться, чтобы разогнать обмен веществ. И что удивительно, для того, чтобы разогнать обмен веществ, нужно не пропускать приемы пищи, а питаться дробно, и тогда у Вас действительно все хорошо пойдет. Но может быть еще, не стоит делать культ из еды, и мы еще рекомендуем, конечно, ограничивать продукты с высоким инсулиновым индексом. Но об этом и так уже все пациенты знают, и, как правило, те рекомендации, которые мы даем, они очень легко выполняются нашими пациентами, и все наши пациенты сыты. Ну и давайте напомним, наверное, нашим телезрителям, как Вас найти и как вообще можно к Вам записаться, попасть на приемы. Мы находимся в Рязани, улица Полонского, 19, корпус 1, наш телефон 24 10 50. Приходите, мы всегда рады своим пациентам. И я думаю, это будет та методика, которая поможет Вам легче справляться со своими проблемами. Да, и если я правильно понимаю, то это культура питания, которая потом остается с пациентом после уже даже прохождения процедуры. Марина Николаевна, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я же прощаюсь с Вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин